Поле битвы мошенников, пространство всемирной паутины. Оттуда они атакуют мирных жителей и не только похищают их финансы, а также могут нанести психологическую травму или даже довести до крайнего отчаяния. Как уберечь своих детей и самих себя от аферистов из интернета, расскажем далее. Откровенные фото в обмен на билет на концерт известных исполнителей. Такие объявления в одном из детских интернет-чатов взбудоражили взрослых. О переписке случайно узнала мать одной из школьниц, когда проверили телефон дочери. В чате было около двух десятков девочек от 11 до 13 лет и их обнаженные фото. И судя по всему, эта история лишь одна из сотен по стране. Проблема остро стоит и в Прибайкале. Региональный следственный комитет заявляет о настоящей волне интернет-педофилии. Остановить ее может в первую очередь знание основ безопасности ребенком. И тут многое зависит от родителей. С ребенком необходимо иметь доверительное отношение, необходимо его выстраивать. Ребенок должен понимать, что он может пообщаться в интернете со своими знакомыми, со своими друзьями. Но при этом понимать, что стоит ограничение на общение с незнакомыми людьми и с незнакомыми для него ресурсами. По статистике 86% родителей отлично знают то, как оградить ребенка от плохих ситуаций, событий в интернете. Но при этом только 11% по этой же статистике заботятся о ребенке по этим же правилам. Обманывают, вводят в заблуждение и откровенно используют в интернете не только несовершеннолетних, но и более взрослую аудиторию. Часто в таких историях фигурируют разнообразные знахари и целительницы. Расстаться с накоплениями можно и доверившись коучам, бизнес-тренерам и просто людям, которые якобы притягивают удачу. Но все же чаще мошенники действуют в агрессивной манере, взламывают аккаунты реальных людей и от их имени просят деньги на лечение или другие цели. Это решается только одним способом. В большинстве приложений есть такая штука, как двухфакторная авторизация. Эта штука позволяет создать дополнительный пароль. И зная либо исходный пароль, либо получив доступ к вашим СМС, даже если злоумышленник авторизуется, ему потребуется ввести этот пароль. Цифровая безопасность – это те правила, которые необходимо знать в современном мире, как и нормы поведения на проезжей части. Только в этом случае сталкиваться с неадекватными и откровенно опасными людьми на просторах интернета человек будет максимально редко. Олег Федоров, Виктор Черкашин. Новости по будням.